После анонса Новой Нации, я думаю, многие из вас слышали шутки о том, что пора вводить Камерун, Эфиопию и так далее. Многие потешаются над этими странами, но тем не менее, друзья мои, для вас у меня сегодня есть потрясающая история, которая, возможно, прольет немного свет на эти вооруженные силы. Всем привет, с вами Изидыч, и я начинаю. Произошло это летом 1977 года, в самый разгар Холодной войны. Лавины сомалийских танков советской постройки снесли пограничные столбы соседней коммунистической Эфиопии и ринулись вглубь этой страны, сметая всякое сопротивление. Сомалийские патрульные и торпедные катера также советской постройки блокировали порт Джибути, лишая Эфиопию главного выхода в море. Возможно. Вы спросите, откуда у бедной африканской страны Сомали взялось современное вооружение? Да еще в таких количествах. Из Советского Союза, разумеется. Это было время Холодной войны, и чтобы получить поддержку Советского Союза или же Запада, во главе с Соединенными Штатами, руководителю любой страны достаточно было просто заявить, что он собирается строить социализм или же демократию. Два идеологических полюса нашей планеты были готовы помогать кому угодно, лишь бы укрепить свое геополитическое положение. Вот и Сеат Барре, диктатор, так выгодно географически расположенный Сомали, провозгласил строительство развитого социализма в отдельном взятом союзе племен. И тут же получил обширную помощь от Советского Союза. Прежде всего, конечно же, военную. Ну и обрушил все это великолепие на соседнюю Эфиопию в мечтах о создании Великого Сомали. Жуткий и кровавый диктатор Эфиопии Мангисту Хайле Мариам, кстати, тоже недавно записавшийся в ряды революционного пролетариата и ставший союзником Советского Союза, но получить военную помощь он не успел. А когда руководство Советского Союза не одобрило войну между двумя солистическими странами и отказало Сомали в дальнейшей помощи, Сеат Барре просто объявил советских военных советников предателями и приказал убираться из его страны. О том, что покинувшие Сомали советские военные специалисты отправятся не в Москву, а в столицу Эфиопию Адис-Абебу, он как-то не задумался. И вот здесь начинается самое интересное. Эфиопская армия бежала, не помогали ни революционные лозунги, ни жестокие карательные меры. А местные танкисты, вооруженные поставленными из США еще при императоре Хайле Селасии I танками М41 и М47, как выяснилось, зачастую даже не знали, как попасть в собственную машину, и это не шутка, на полном серьезе. Как описывал эфиопскую армию наш советник, если вкратце, то у них совершенно не было нормальной подготовки, они даже не знали, что такое боевая готовность, а война у них шла по распорядку дня. Скажем, в 5 часов вечера начинается артиллерийский обстрел, а потом, скажем, в 6 вечера пора войну заканчивать. После стрельб оружие они не чистили, а с утра до вечера предпочитали музыку и танцы. Общаясь с командиром дивизии Эфиопии, ему объясняли, что мотострелковый батальон сомалийцев, который, кстати, готовили специалисты из Советского Союза, смогут разметать всю армию Эфиопии за неделю. Но расшатать и подготовить этих ленивцев оказалось очень непросто. И тогда произошла та самая безумная ситуация. Эфиопских танкистов заменили наши военные специалисты из Советского Союза, создав ситуацию, которая, казалось бы, не смешным анекдотом. Не будь она страшной правдой. Советские офицеры-танкисты на старых американских танках сдерживали натиск армии Сомали, вооруженной советскими танками, сражаясь против своих же вчерашних курсантов. К слову, за ситуацией со стороны, разумеется, наблюдали американцы. И когда дело дошло до такого абсурда, ржало все разведуправление. Это был тот еще повод для острых шуточек. Но холодная война, как вы понимаете. Но нашим было не до смеха. Надо было что-то делать. Тем более, что армия, где ее взять? Эфиопы, те еще вояки. Учиться они не хотят, а войска Сиада-Баре уже полностью захватили Агаденский треугольник и нацелились на столицу Эфиопии. Присылать советских десантников? Да, это был простейший вариант. Война бы закончилась мгновенно. Но Советский Союз не мог напрямую вмешиваться в войну. Это же позор перед всем миром. Но на помощь пришла дружественная Куба, где Фидель Кастро объявил набор добровольцев, желающих защитить братский эфиопский народ. В тот день выяснилось, что покинуть остров свободы, хотя бы и отправившись на войну, готовы почти миллион мужчин. Так что выбирать было из кого. Осенью 1977 года Куба прислала 15 тысяч лучших отобранных добровольцев, а Советский Союз организовал воздушный мост с доставкой техники. Танки Т-55 и Т-62 приходилось вести морем окружным путем, поэтому первыми в Эфиопию были доставлены самоходные установки АСУ-85 и АСУ-57. На них-то кубинцы и отправились в бой, быстро отбросив противника на несколько десятков километров. Но это не считая того, что местные женщины, едва познакомившись с бесконечно отважными и жизнерадостными кубинцами, на местных вояк и сомалийских оккупантов уже без смеха смотреть не могли. Но Сеат Баре не сдавался. Отступив его, войска укрепились на горных перевалах Марда и Шебелле, взять которые в лоб без больших потерь не представлялось возможным. Но разве это могло остановить отважных кубинских борцов за социалистическую справедливость? Они предложили план, который многим показался настоящим безумием. Выйти на бронетехнике в тыл засевшим в горах сомалийским войскам, обойдя их по горным тропам, причем, как вы понимаете, очень опасным и узким тропам. Скепсис командующего операцией генерала Чаплыгина разбился об энтузиазм кубинцев, и он не смог им отказать. И в итоге бравые Барбудос на танках, самоходках действительно пошли там, где двум верблюдам-то не разминутся, повергнув сомалийских военачальников в настоящую панику. А когда их танкисты все-таки собрались силами и пошли в контратаку, их ждал главный сюрприз этой войны. Кубинские летчики получили в свое распоряжение последнюю новинку Советского Союза – боевой вертолет Ми-24А, противопоставить которому войска Сиада-Баре не могли ничего. Бросая танки и пушки, бронетранспортеры и автомобили, сомалийские солдаты бежали без оглядки, преследуемые отважными кубинцами, которые, в общем-то, и не стремились их истреблять или даже особо преследовать. Агрессоров нужно было лишь выпроводить из территории Эфиопии и освободить занятые города и деревни. 15 марта 1978 года война между коммунистической Эфиопией и уже не совсем социалистическим Сомали закончилась. Запад потешался как мог, политбюро ЦК КПСС пребывало в легком шоке. На этом все, друзья. Надеюсь, история вам понравилась. Поддержите данное видео пальцем вверх и отдельная благодарность, конечно же, Антону Закрылкину за предоставленный материал, причем очень и очень познавательный. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова